Для того, чтобы привлечь людей, кто-то там поет на улице, птички, придется закрывать окно. И птички это хорошо. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию роликов с интересным контентом. И сегодня мы говорим про нашу самооценку и про то, как она влияет на жизнь и на наше счастье в целом. Самооценка крайне важна. Она влияет на наше эмоциональное и психическое благополучие, на то, как мы общаемся с другими людьми. И в целом на нашу жизнь, то, как мы в ней ориентируемся и то, как выражаем себя. Поэтому легко понять, почему низкая самооценка мешает людям жить и получать удовольствие от жизни. Приступы неуверенности это нормально. Но когда у вас постоянно занижена самооценка, то, конечно же, это влияет на себя, на ваше проявление себя, на то, что вы позволяете другим людям в обращении с собой. Вы боитесь проявлять себя, вы боитесь жить той жизнью, о которой мечтали. Поэтому вы соглашаетесь на нелюбимую работу, на общение с токсичными людьми, на ту жизнь, которая делает вас абсолютно несчастным. Сегодня мы говорим про семь привычек людей с низкой самооценкой. Я сегодня расскажу очень важную поучительную историю, услышав которую один раз, вы научитесь ценить себя и принимать себя таким, какой вы есть. Семь привычек людей с низкой самооценкой. Первая привычка – это поиск недостатка в себе. Я уверена, что у вас есть такой, знаете, внутренний критик, который постоянно вам что-то говорит, что вы должны, что вы не должны, которые все время критикуют вас за то, что вы сказали, за то, что вы сделали, за ваши поступки, за то, что вы приняли какие-то возможности. И все время эта самокритика бесконечно разрушает вас изнутри, безжалостно критикуют любые ваши поступки и действия. Конечно, как тут быть счастливым человеком, если вы недовольны собой, вы не умеете себя прощать за ошибки, вы не умеете говорить, ну да, ну ладно, так поступил, ничего страшного, идеальных людей не бывает. Вы все время стремитесь к чему-то совершенному, к какому-то идеалу, придуманному себе в голове. Вторая привычка – сравнение себя с другими людьми. Сейчас стало очень сложно не сравнивать себя с кем-то, потому что весь интернет, все соцсети наполнены различными историями успешного успеха. Я добился этого, я отдыхаю там, а я заработал свой первый миллион в 20 лет, а я уже 8 детей родила и так далее. Понимаете, мы там открываем соцсети, наталкиваемся на яркие картинки счастливой жизни других людей и начинаем невольно сравнивать, что там, а нам тоже столько лет, а у нас нет ни дома, ни 8 детей, не было там, мы вообще не видели этот мир, только вон соседний какой-то город, и то один раз 20 лет назад. И мы вот это начинаем сравнивать, копаться, но мы же прекрасно все понимаем, что очень часто в социальных сетях это ложь, да, это такая иллюзия идеальной жизни, которой на самом деле нет. Не знаю, как у вас, у меня было уже много случаев, когда я начинала слушать какого-то блогера там про счастливые отношения, а потом выяснялось, что там он уже на грани развода или уже развелся со своим любимым человеком, и все ее посты о том, как она счастливо живет с мужем, со своим, это миф. Да, в эту игру сравнения все мы играем время от времени, но одно дело, когда вы что-то там увидели, это что-то вас замотивировало, и вы начинаете действовать на пути к этому желанию, а другое дело, когда вы бесконечно скроллите ленту, видите успехи других, начинаете сравнивать, впадаете в пессимизм, депрессию, негатив и так далее, и это лишает вас тех единственных небольших сил, которые у вас были до этого. Перестаньте себя сравнивать с другими людьми, начните себя сравнивать с самим собой. Подумайте, а что было год назад, а изменилась ваша жизнь сейчас? У каждого есть достижения и какие-то поступки, изменения, которые произошли с ним в течение года, которым он бесконечно благодарен. Умейте замечать вот эти вещи, а не иллюзию обмана, которая есть в социальных сетях. Третья привычка – постоянно подвергать сомнению намерения других людей. Люди с низкой самооценкой постоянно сомневаются, когда другие люди к ним добры, когда кто-то им делает неожиданный комплимент, когда кто-то им неожиданно предлагает что-то хорошее, какую-то помощь, поддержку, предлагает какую-то возможность, мало знакомый человек, и мы начинаем думать, а с хорошими или намерениями он нам это говорит, а скорее всего я правда плохо выгляжу, раз у меня он говорит комплимент, наверное, что-то во мне не так. И вы начинаете сомневаться в себе, потому что люди с низкой самооценкой, они подсознательно считают, что они недостойны хороших слов, они недостойны комплиментов, они недостойны, чтобы другие люди тратили на них время и энергию просто так, потому что вот они существуют. Они как будто бы видят себя через такую искаженную линзу, где все плохо, и если вы думаете о себе, все какие-то негативные вещи, вам кажется, что и другие люди видят все эти вещи в вас, но это не так. Четвертая привычка, люди с низкой самооценкой не доверяют собственным суждениям. Как часто вы сомневаетесь в своих словах? Как часто вы сомневаетесь в своих решениях? Как часто вы сомневаетесь в своих поступках? Знаете, люди с низкой самооценкой, они все время не доверяют себе, не доверяют своим знаниям, опытам, навыкам, суждениям и боятся принимать решения. Они все время прислушиваются к мнению окружающих и, как правило, что-то делают. Это не их там желание, а реализация чьих-то желаний их близких, друзей или знакомых на работе. И они все время живут вот в собственном страхе, что они что-то ошибутся, что их кто-то потом осудит, что они примут неправильное решение и так далее. Научитесь доверять себе. Самое главное, что вы можете сделать, это прислушиваться к тому, что хочется или нет. Вам лайфхак от меня. Вы знаете, когда вам предлагают что-то сделать, допустим, в проекте поучаствовать или какую-то новую возможность, интуитивно сядьте, представьте, что вы уже приняли это решение и прям отметьте, когда вам предложили это, какие у вас мысли первые? Ура, я хочу попробовать, поучаствовать, возможно, это новый виток в моей жизни. Или вам приходится себя заставлять это делать, уговаривать, и вы находите тысячу доводов. Вот если вам не нужно себя уговаривать, и у вас прям понеслись мысли о том, что будет здорово, значит, это ваше решение, которое приняло ваше сердце. Пятая привычка – самоуничтожительные шуточки. Люди с низкой самооценкой очень часто используют юмор для того, чтобы себя подстегнуть, для того, чтобы себя осмеять. И шутки эти недобрые. И они все время там говорят, вот я дура, вот я зачем я это сделала, вот я там… И как-то себя называют плохо. Но наше подсознание, оно работает так, что оно впитывает как губка все ваши плохие слова, черный юмор о себе. Конечно, смеяться над собой полезно, да, но когда это добрый смех, но когда вы бесконечно себя троллите, когда там занимаетесь уничтожением, то это совсем не полезно. Представьте, что кто-то другой начинает говорить эти же шутки вам, и думает, что вы почувствуете некоторую обиду. Или другая ситуация, когда вы своему лучшему другу говорите такие же шутки про него. Ну, как-то будет ему неприятно, и вам будет неприятно, и ему будет неприятно. Так почему вы позволяете такие шутки в отношении себя? Перестаньте себя оскорблять, и перестаньте про себя говорить плохо. Шестая привычка – ожидание хороших слов. Люди с низкой самооценкой очень часто говорят про себя плохое в ожидании, что кто-то услышит это и скажет, да нет, перестань, ты не такой, ты не неудачник, просто там сейчас такое стечение обстоятельств. У людей с низкой самооценкой у них есть синдром недохваленности, и они часто ищут не здоровые поводы для того, чтобы кто-то сказал, да, ты молодец, вот эти результаты. А какие-то нездоровые, то есть они оскорбляют себя, принижают себя, свой внешний вид, свои поступки, действия, для того, чтобы кто-то другой стал возражать им, говорить, да нет, 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 послушай, все это не так. Поэтому каждый раз себя ловите, если вы это делаете, прекращайте это делать. И седьмая привычка – вы не заботитесь о себе. Очень часто люди с низкой самооценкой совершенно не проявляют к себе заботы. Они перетруждают себя, выполняют очень много работы, вместо того, чтобы взять и попросить разгрузить их. Да, там, например, женщина, которая совершенно не заботится о себе, она старается сделать все по дому, и прибраться, и есть, и готовить, позаниматься с одним ребенком, со вторым, и вытереть пыль, и пропылесосить, и все заботы мира лежат на ее плечах, и она все это тащит в одиночку. Вместо того, чтобы сказать, ребята, так, стоп, давайте, кто поможет мне с уборкой? старший сын, ты пылесосишь, младший сын, ты пыль протираешь, муж, ты едешь за продуктами, а я там в это время готовлю. И это нормально, то есть, когда вы разгружаете себя, не выполняете все сами, это приводит к тому, что у вас остается время на заботу о себе, полежать в ванной, почитать книжку, пойти погулять, заниматься саморазвитием, то есть тем, что вам доставляют удовольствие. А когда вы наваливаете на себя заботы, совершенно не думая ни про свой организм, ни про свое эмоциональное состояние, это первый признак вашей нелюбви к себе и неуверенности к себе. Но последствия такого поведения, они ведут к тому, что не только вы перестаете заботиться о себе и любить себя, но и окружающие люди, вы как будто бы не даете им возможность любить себя, заботиться о себе, хорошо к вам относиться. Поэтому вы соглашаетесь на какие-то отношения, где вас унижают, поэтому вы соглашаетесь на отношения, где вас оскорбляют, где на вас взваливают всю работу, где на вас перекладывают ответственность, и вы все это бремя несете на своих плечах, думая, что да, именно такой жизни вы заслуживаете. Нет, не заслуживаете. Каждый человек заслуживает жить счастливой, радостной жизнью. И история, которую я хотела вам рассказать, очень поучительная, потому что вы можете все забыть, все, что я вам до этого сказала в ролике, но эту историю вы будете помнить. История про учительницу и детей. Вот однажды приходит учительница в класс, достает пятитысячную бумажку, показывает, поднимает ее вверх высоко и спрашивает, дети, кто хотел бы получить эту бумажку? И там все дети до одного подняли руку, потому что они хотели бы получить эти пять тысяч. Она говорит, хорошо, я сейчас отдам эту бумажку одному из вас. И она там ее скомкала, просто в кулак, развернула, и она вся такая мягенькая. Она ее поднимает и говорит, дети, кто хотел бы получить эту бумажку? Все дети опять подняли руку. Хорошо, сказала учительница. И после этого она взяла, кинула ее на землю, начала топтать грязным ботинком, поднимает эту бумажку, она вся грязная, вся помятая, поднимает и спрашивает, дети, кто хотел бы сейчас получить эту бумажку? И все опять подняли руки. И тогда учительница сказала, только что я продемонстрировала вам самый важный наглядный урок. Смотрите, ценность бумажки этой купюры, что бы ни происходило, несмотря на то, что я ее там топтала, пачкала, мяла, она не изменилась. Как была эта пятитысячная купюра, так и она осталась. То же самое можно сказать про вашу ценность. Не важно, что будет в вашей жизни происходить. Жизнь такова, что будут и взлеты, и падения. Не важно, что вы будете чувствовать себя неидеальным, брошенным. Не важно, что у вас будут ошибки, трудности, проблемы. Ничто не может изменить вашу ценность, которая есть в вас по праву рождения. Наша ценность определяется не то, что кто-то про нас говорит, не то, что мы делаем, а то, кем мы являемся на самом деле. Поэтому, друзья мои, у меня есть отличная новость. Низкую самооценку можно всегда повысить. Можно всегда, в любой момент, начать работать над собой и повышать свою ценность. Если вы узнали себя в этих привычках, возьмите какую-то одну привычку и начните устранять ее из своей жизни, а менять ее на более позитивную и положительную привычку. Друзья мои, пишите в комментариях, от какой привычки нужно избавиться вам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Все, пока-пока, до новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин